Ну что, отдохнули, посмотрели тысячу моих фильмов, а не все, а я не могу остановиться. Это будет такое уже, число такое, что я боюсь вам говорить, скажете, это нереально, но эти все фильмы есть в Ютубе. Итак, продолжаю ту серию, которая называется «Для молодежи». Но речь идет не только о детях, но о взрослых, на речках с удовольствием. Объясняю, чего я добиваюсь. Значит, полный хаос, никаких серий тут нет. Это для типа от простого к сложному. С удовольствием на все настолько просто, что десятки, сотни и тысячи человек создали каналы для того, чтобы учить нас убивать деревья. Потому что вся их агротехника основана на плагиате. Кто-то когда-то сдуру такого понаписал, а такого понаучил. Что теперь это уже въелось. Типа того. Константинович, что мне делать на улице? Июнь, я до сих пор деревья не обрезал. А они у меня погибнут теперь? Говорю, да, погибнут, если обрежете. Итак, поехали. Это продолжение бесконечной серии, но без всякой системы. Специально, чтобы не уснули. Как засыпают на лекциях. Сам спал. Поехали. Вот здесь мы остановились. Ну, понятно, что комментировать как. Это уже не может быть никогда. Их нет. Вам вот ущипните себя, и у вас окажутся здесь ранетки от железа. Ущипнули? Поверили? Идем дальше. Вот эта фотография не моя. Кто-то из друзей прислал. Кто, не помню. И вот я, к сожалению, не успел сделать... А, или может сделал, сейчас посмотрю. Запись, 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 запись. А, Алексейка! Алексей, кажется, Иваныч, извините, есть уже это. Привет, дружище! Как давно. Так, надо будет его потом перенести в эту самую. И вас же отругать за то, что вы так редко со мной стали общаться. Но это будет уже на вебинаре. Сегодня у нас 21-е, пятница. А вебинар будет понедельник, 20-е, 24-е, 25-е. Ну-ка, давайте вместе посмотрим. Итак, есть у меня так называемый мой сайт. Набирайте три слова по-русски и получите слова сайт Садовода Железа. Например, в Яндексе или в Гугле. Так. Потом, значит, когда вы их набрали, верхняя строчка будет в сайте. Нажимаете его на сайте. Вот, подогалерея. Опасно смотреть без валютого. Главная страница, каталог, видео, публикации, контакты, гостевая книга. Смотрим гостевые книги. Здесь идет переписка между мной и моими друзьями, учениками. Но разбавлены еще очень серьезными людьми, которые переписываются друг с другом. Не обязательно со мной. Видите? Геннадий обращается к Андаворову и к Черновой. Просьба рассказать, как идет искусственное опыление. Ну, а мы здесь до чего? Вот он. 24 мая 2021 года, следующий вебинар. Это будет понедельник по Москве в 16.00. Вот, если выйдет до этого, рекомендую посмотреть. А если фильм выйдет позже, я его еще потом буду доделывать, мои друзья. Если выйдет позже, тогда обратите внимание, что каждые 7, прибавляем 7 дней. И каждый, каждый понедельник у меня вебинар. Как зарегистрироваться, здесь все есть. Смотрите, регистрация, через личное сообщение ВКонтакте, ВКонтакте, регистрация через электронную почту. Вот, вот еще. Все это вы знакомитесь. А сейчас мы с вами возвращаемся обратно. Там, где были. Итак, я хорошо, что я сообразил, что это персик. Вот Алексейка. А вот еще Алексейка, еще Алексейка, еще Алексейка. Смотрим. Вот, смотрите, как он укрывал. Но это уже, по-моему, не персик, по-моему, абриколосики. Так выглядит. А может и персики. Нет, скорее. Нет, в общем, это или персик, или абриколос. По-моему, в коробках или снег, если это персик, то ему не вредит, абриколос может соприть. А если там пустота, то тоже может быть все равно, какое-никакое утепление. Идем дальше. Вот. А это кто? Тоже Алексейка? Ну-ка, я не посмотрел. Следующее. А почему мы перекинулись куда-то после этого? Должна идти вот какая фотография. Вот она. Совсем другая. Это тоже, наверное, Алексейка. Вот это укутал. Вот это добросовестность. Он, кстати, живет на Урале, возле Челябинска. Вот. А вот этот уж точно Алексейка. Он единственный, кто умудрился укоренить. Все равно проверю, у кого. Так. 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 Алексейка, да. Он укоренился, умудрился укоренить мою шелковицу. И вот тут сразу не успел укорениться уже первый плодик. Вот. А это уже нет. Это Тумашков Юра, мой старый друг. Вот он у меня работал и увез много саженцев. В том числе и привитый абрикос. Вот видите, это Амур. Это уже под Красноярском. Вот. Улучшенная вишня железа. Как улучшенная, смотрите. Допустим, так. Вот вишня, она и есть вишня. Растет себе, никому не мешает. Молоденькая была. И плоды были очень даже невкусные. Я прививаю в скелет, в крону. Два сорта черешни. Красный. От Ботнера. И еще один сорт желтый. Что осталось? А это уже не прививки, нет. Это уже так вишня изменилась. Ну, вы скажете, этого не может быть никогда. Мичурины отменили. Но, тем не менее, ущипните себя. И окажется, что все-таки это вишня с генами черешни. Это моя гордость. Так. Посмотрите на эти листья. Вот скажите, что они вишневые. А? Вот скажите. Листья вишневые. Нет. Листья черешни, вы скажете, вы тоже нет. Серединка на половинку. Это и есть дюк. Созданный мной вегетативный вишня черешни в гибрид. А в таких случаях я добавляю в скобках. Хохот в академическом зале. Ну, правда, уже давно не хохочет. Знаете почему? А им вообще не потому, что не верят или не верят. Кто-то верит, кто-то не верит. Им просто все по барабану. Волочная вишня. Красивый рисунок, да. Вот даже видно, что она дикой не может быть. Есть вишня, которая есть невозможная волочная. Мою мы едим горстями. Полюбуйтесь. Тоже есть вишня волочная с внедренными генами персика. Но это отдельная тема. Внимание, опасное излучение. Вот на таких дорогах чистейших. Обязательно в каком-то месте конкретном бьются, бьются машины и выстраиваются кладбища. Но это не кладбище, а памятники погибшим. Памятники погибшим. Есть название, дорога смерти. Все это неофициально. А так, чтобы специально нас запустить на эти трассы, нас в Белоката, все как разоходцы, мы бы выявили эти места, а еще бы какая-нибудь специальная комиссия. Это важно для всей страны. Речь о сотнях тысячах, миллионах погибших, если брать Россию и всю планету. Подчеркиваю, миллионах коллег погибших, сирот и прочих от этих погибших. И что остается делать? Брать две карты. Мы, Белокатащики, а нас наберется по стране в несколько десятков, в несколько сотен. Специально. Можно мерить, даже не выходя из машины, но только чтобы ехало не очень быстро. Можно обследовать сотни тысяч, десятки тысяч трасс в километрах. И наносить на карту. С нами, допустим, генезист. То есть шофер, Железов или другой, еще генезист. Ага, вот здесь я помечаю. Пометили. Даже если нету памятника. Если же памятник есть, там проще. Вот. А так достается и делается другая карта. Карта авария. Они есть у гаишника. Они могут даже предварительные плакаты поставить. Малоосторожно, опасная дорога. А люди едут, видят, дорога-то не опасная внешне. Чистейшая. И никто не снижает скорости. И кладбище растет. Но даже там, где не ставят памятники, это еще не значит, что тут не было аварии. Значит, вторая карта, это от ГАИ. А потом специальная комиссия накладывает две карты друг на друга. И там, где они окажутся, что в одном и том же месяц. Точно сюда метров. Вот. Пометка ГПЗ, гапитогенная зона, от нас. От городских сумасшедших. Ну, точнее сказать, от белорокаторщиков. И вторая карта от ГАИ накладывается друг на друга. И на этих местах ставятся вот такие знаки. Видите, какой красивый знак придумали мы. Я его затеял. А исполнил дениситку Андрея Ивановича. Уникальный человек. В том числе и компьютерщик. Видите, как может быть. Пока эта работа не проделана, люди будут гибнуть, сирот будет прибавляться. И инвалидов тоже. Идем дальше. Вот это вот 3-х литровые банки вместе с косточками. Я это назвал «жолотой запас России». К сожалению, России этот запас не нужен. Это с уникальнейшего единства в своем роде сада. Ну, помаленечку их продаю вам, друзья. Результаты. Ого-го. У меня отдельная папочка есть. Она полнится и полнится. Вот, кстати, сейчас вернусь, да. Вот я не знал. Ну, я вот, видели, искренне. Я просто взял фотографию и говорю, это не моя. А потом раз, потому что вот так вот было, не видно. А потом раз, смотрю, Алексейка. Какова судьба этого печика? Я не знаю. Вот. Ничего. Я с него еще допрос сниму. Так, дальше. Ну, дальше идет опять улучшенные эти самые дюки. Дюк – это гибрид вишни-черешни. Согласитесь, что это уже не дикая вишня. Еще не череша, но дикая вишня. Это группа телевизионная приехала с телеканала, приехала с Кемерово. Согласитесь, что я умею угощать. Вот. А они с удовольствием снимают. Почему? Потому что тут не надо лапши вешать, тут не надо как вот это. Знаете, сейчас в любом месте, вот сейчас не выдержу. Вот, допустим. Вот, допустим, да. Допустим, допустим. Ага, Яндекс. Сразу не успел. Вот это не нарочно, это и для вас. Смотрите. Вот. Это называется лапша. Вот, видите? Это то, чего нет на свете. Вот фотография нарисована. Вы думали когда-нибудь, что вот это вот яблоки будут на таком стволике висеть, а еще без опор и в этом горшочке стоять. Вот. Как говорил Райкин-то, в ихнем лице наши опилки. Ох, дурят нас. Ох, дурят. Ладно, вернемся чуть назад. Хорошо. А вот это вот красота-то какая. Вы можете поверить, что вот это вот не нарисовано. Можете? Поверьте мне, железу, что оно нарисовано. А цена еще хорошенькая какая. Вот. Еще показать. Опять горшок. В общем, все это туфта натуральная. Так. А если, кстати, вам это самое, видите, вот в таком виде, что-то колновидка 0,0. Обыкновенная боковая ветка. Поэтому так и показали ее. Вот. Так. Ладно, все. Не буду больше придираться. Возвращаемся к нашему, ну, ясно к кому. Вот. Итак. Посмотрели мы. А вот этот вот товарищ, ведущий телеканала, из Кемера, он мне поверил. Есть целая серия фильмов. Это вам не лапша. Вот. Тимошка, мой внук. Не знаю, что с ним вырастет, но первые навыки садовода уже у него. Да. После такого сада, после таких этих самых, как он любит, груши. Ладно, проехали. Эволюция. Это у меня для статьи было. Я на расстоянии несколько десятков метров, на разных деревьях, которые растут самосевом вдоль Енисея. Обнаружил. Вот такие. Мельче не бывает. Это чистая сибирка. И вот я показал стрелками. Окультуривание идет. Такие, такие. Видите, вот это вот уже ясно у них в роду. Это уже не сибирка. Это уже пепеин. Ну, какой пепеин? Гадайте, одичавший пепеин. И семечко взяло и выросло. Уже мелочь. Или окультуривание, наоборот. Окулил пепеин, но в сибирку. И она стала вот такой формой и уже крупнее. А это уже ранетка, понятно. И вот такие стрелки. Окультуривание. Половые связи с культурными яблонями. И одичание. Перенос семян дикой природы. Из коллекции железа. Вот из чего должны состоять учебники, друзья. А не из этой херни. Особенно школьникам. В какую сторону закручено это? На панцире эти самые. Как это называется? Ну, сам панцирь. Он же такой улизочный. Так, ну, это не совсем удачный снимок. Но это уже в моем саду. Так, это я не вспомню. Раз не помню, это не мой сад. Это мой сад. Это мой забор. А это мой персик Хасанский. Он был уничтожен нами. Мой сад Сергей отрезал. Он же питомника. Вот он же мой сын. Все, что мог с него. Двумя годами позже. Когда он стал мощным деревом. Срезал веток 50. И дерево погибло. И черный жарость от замена. Вот такой. Это тот же снимок. Только ночью. Или соседнее дерево. А это уже соседнее дерево. Вот. Это мой любимый сорт с Украины. Венгерка. Богатырская красота какая. Снова персик. Вот. А это уже не мой. Это. Однажды два саженца мной были подарены художнику Чернобаеву. Он мне картину подарил. Я ему два персика. Причем привитые. Он их у себя вырастил. И получил вот это чудо. Потом он их разглаживал уже косточками. И снова повысил. Рожай с косточек. Ну. Эти-то не крупные. Ну. А те еще мельче. Ничего. Вот. Типа такие. Как-то морду воротит и говорит. Ах уже. Ах там какие-то эти. Мелочь. Да подище невкусное. Ох попробовали бы этот. Оно запаха. Голова кружится. Вот. Но это уже сад Чернобаев. Я назвал сад Дублер. Потому что у нас одинаковых сортов 80%. У меня от него, допустим, бельфер Китайка. Где-то раздобыл он. И привез он лично апорт Алматинский. Апорт Крово-Красный. Это он привез Алматы. Вот. Прошли годы. Он их размножил. И вдруг Назарбаев. Еще когда был в власти. Не дает команду. А призывает своих сограждан. Чтобы они нашли настоящий апорт Алматинский. Потому что он был полностью практически уничтожен. Вот такие вещи случаются. А он еще до того. Я спокойно размножил апорт Алматинский. И сейчас он украшает его сайт. А заодно и мой сайт. Все остальное от меня к нему. В том ключе. Вот то, что на этой фотографии. Здорово. Что интересно. Свет начал менять сувенир Востока. Вот один из вариантов. Это сувенир Востока. А вот это интересная вещь. Знаете чем? Если вот это вот. Моя штука. Вот это вот сейчас. Ага. То. Меня убил опять же Чернобаев художник. Знаете чем? Он взял и привил на абрикос. Причем на культурный. Вот так он удается. То есть культурный был ли привитый. Да, наверное, был привитый. Скостик он не выращивал. На что-то был привитый культурный абрикос. Вот он на культурный абрикос привил мою венгерку. И она стала вот такая. Это еще не последняя. Она еще и розовее потом стала. Здорово. Вот это уже его снимок. Ну давайте еще раз полюбуемся. Интересно же. Вот эти вот. Ага. Насколько она изменила цвет. А сейчас еще изменивее. Изменивее. Это возвращается мой сад. Это мой Тимоша. Вот. Это трехлетняя слива. А вот это, я бы сказал, ну название не могу сказать. Ну не могу, потому что я знаю, что она из уссурийских краев. Я знаю, что ее называют уссурийская желтая. Скорее всего, у нее описали название-то и нет. Но зараза урожайная. И самая сладкая из всех дальневосточных слив. Это она же самая. Только видите, вот эта ветка. Обратите внимание. Просто рухнула ветка под урожаем. Это тут же снималось. Второй снимок. Вот. Ну, что я скажу. Еще один вариант китайских слив. Вот. Это у меня удалось получить черешню. И в 1916 году был хороший урожай черешни. Несколько сортов. Главное от Боднера. Но еще была одна из этого. Из Сволги. Тоже ничего. Как по двое вишня сибирская штабовая. И на вишня сибирская штабовая, хоть и не самые крупные получились черешни. Но зато это не замерзли. Ну, вот варианты видите. Посмотрите. Это с разных деревьев. А вот еще вариант. Этот Боднера. А вот это уже нет. Это еще я о нем даже еще не заикнулся. Брянская розовая. Кто мне ее прислал, я сейчас не вспомню. Мелкая. Но качество вернуть можно. Нужно несколько раз перепривить на этих самых. На надежных подвоях. На сибирских штабовых вишнях. А пока она вот такая. Малоплодная. Ее некому пылить. Она отдельно. Три дерева растут. А этой вишни... Ой, этой череши уже нет. Тут где-то Сергей был. Ну-ка. А нет, в другом месте. Вот. В 16-м году я последний урожай получил. И все. Потом она погибла. Пошли веточки от подвоя. От вишни. Я надеюсь, что... А вишня красная. Я надеюсь, что она станет... Желтой. Очень надеюсь. Лично догадаться. Существование вегетативной георганизации, Которая оказывается, и нет. И быть не может. У меня таких примеров несколько десятков. Кстати, вот тут пример, да? Один из них сейчас. Мы с вами вот тут где-то... Ага. Вот это один из моих любимых примеров. Но мы уже не будем. Снова возвращаться к ней. Смотрим, на чем мы остановились. Ага. Вот здесь вот. Вот здесь, вот здесь, вот здесь. И снова. А можно было не возвращаться. Еще вариант. Вот еще вариант. То есть, вишня с внедренными генами черешни. Вот что получилось. Здорово. А вот это чистая черешня. Она самая мелкая. Но она, так сказать, выжила на вишне только благодаря тому, что измельчала. Вот. Видите? Ну, а дальше что? Дальше от кого-то это было получено. Фотография. Кто-то показывал, как он укрывает. Ну, то есть, чистый снег и больше ничего. Это мои сорта у человека. У кого... Ну-ка, может быть, там есть это подпись-то. Что-то я опять забыл. А есть черешня любимица Астахова. Черешня Тючева. А-а-а, е-мое. Кстати, во, расшифровка-то и черешня клон Боднера. Черешня Сорокинская. То, что видели крупным планом. И черешня Сорокинская. Так. Теперь. Черешня любимица Астахова. Но. От кого не знаю. Черешня Тючевка. Ни от кого не знаю. Черешня Вишневая клон Ирина. Вот. Еще одно дерево есть такое. Происхождение неизвестно. Не знаю так. Шелковица. Клон Железова. Посмотрели. Вот. При нем можно стихами дальше. Потому что это невероятно то, что мне удалось вырастить ее здесь в Сибири. Повторяю, Шелковица. Клон Железова. Здесь 16-й год. Видите, как там написано. Вот. Дальше, что у нас. Ябл. У меня портал Матинский. Саджельза. Вот она саджельза. Она мелкая получила. 428 грамм. Но. В идеале она может достигать 600 грамм. Ну уж какая есть, такая есть. Не буду морду воротить. Я такой рад. Вот. Яблони Лимонка. Это яблони от этого. От Ботнера. Он. Она вот так выглядит. Она небольшая на самом деле. Вот. Он ее отвез на выставку. У нас была выставка. Теряя дегустация. Она заняла второе место. Вот. А вот это вот. Дикое яблоня. Кто-то разглядел в лесу и прислал эту фотографию. Я использую для того, чтобы показать. Вот. И вы думаете, никакой херни. Штамп и дальше. И так далее. Пока я на этом остановлюсь. Эту тему я уже всех задолбил. Так. Все. Мы закончили с 2016 годом. В принципе, осталось 3 минуты. Так. 3 минуты. Чтобы вам успеть сказать. Чтобы вам успеть сказать. Сам за облаками. Это все мы проходили с вами. В предыдущих фильмах. И это. Два фильма получилось. Дело в том, что сейчас отключится сам по себе. Этот. Не будем считать, что очередной фильм готов. А причина в том, что длинный фильм его не любит. И меня уже замучили. Пока есть 2 минуты еще расскажу. Вот это вот. В городе, когда спиливают деревья. Они молодые. Не так давно был построен этот микрорайон. Может 10-15 лет. Хватило, чтобы они сгнили. Еще раз. Это касается и садов. Это касается и зеленых насаждений в городах. Только что включал телевизор. Опять. Я запомнил только две области. Ярославская и Крытославская. Так. Сейчас скажу. В общем, уже 4-я и 5-я области. Только у меня памяти нет. А вы телевизор смотрите. Сейчас говорю. Сегодня 21 мая. Показали снова раздавленные машины. В предыдущем фильме я рассказывал про убитого деревом упавшего мальчика. Страшная вещь. Только потому, что эти службы. Черт бы их взял. Там работают совершенно случайные люди. Так. Сейчас. Секундочку. В принципе, мы закончили. А тут еще и телефон. Благодарю за внимание. Все равно запись заканчивается сама без нас. Все равно запись заканчивается сама без нас.